Парашютные ремни безопасности уже совсем скоро покажем новые автобусы, которые теперь перевозят школьников при Ангаре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире выпуск международной информационной программы «Середина земли». Приветствуем всех собравшихся у экрана в Бурятии. О событиях при Ангаре расскажу я, Вера Рыжкович, и мои коллеги-журналисты из Иркутской области. Мы начинаем. Школа в поселке Атагай будет достроена и откроет свои двери 1 сентября 2017 года. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время рабочей поездки в Нижнеудинский район. Также глава региона проинспектировал другие социальные объекты, на которых из-за отсутствия средств были заморожены работы. Туяна Немаева продолжит. Для этих детей учиться в большой школе со спортзалом и столовой – мечта. 300 учеников сейчас ютятся в неприспособленном старом здании. Маленькие жители поселка Атагай и еще 11 соседних деревень, которые специально приезжают сюда на занятия. Школа меж тем, вот она, через дорогу. Готовность объекта 90% и так уже 20 лет. Долгострой сегодня инспектирует губернатор Иркутской области Сергей Левченко. У меня решетка нормальная, частая, но я скажу, что кровля сделана некачественная. То, что там будет обязательно подтекать. Да, и таких мест много. Он вообще неправильно состыкован. Стыковаться должно с нахлестом, а он без него. Сэкономили профнастил. По проекту эта школа рассчитана на 18 классов. Строительство встало через 4 года после начала работ из-за отсутствия финансирования. Через несколько лет за дело взялся другой подрядчик. Взял деньги, но дело до конца не довел. Заказчиком управлением капитального строительства Иркутской области подан иск в суд. Мы сейчас договорились здесь с мэром, что обязанности по контролю за строительством он возьмет на себя здесь. И думаю, что если сегодня мы эти судебные процессы завершим в арбитраже по поводу предыдущих строителей, значит, я попросил, чтобы строители были местные, чтобы можно было контролировать и чтобы они несли ответственность. Они не такие приезжие. Поэтому к 1 сентября здесь будем открывать школу. Еще один долгострой – физкультурно-здоровительный комплекс в Нижнеудинске. Работы начались в 2013 году. Через год были заморожены. Заложен фундамент основного здания, построен каркас, готово основание для трибун на открытом стадионе. В ближайшее время подрядчик доставит сэндвич-панели и начнется монтаж стен. Чтобы завершить строительство, необходимо 36,5 миллионов рублей. Глава региона обещал. Эти деньги будут выделены. Дополнительные средства предполагается предоставить и на капитальный ремонт детских садов в Тулуне. Есть только одно условие – муниципалитет должен предоставить согласованный проект. В принципе, если это все привезти как в первом корпусе, то красота неимоверная будет. Но родители очень здесь сюда хотят детей. А что вы имеете в виду привезти? Ну, полы, по-первых. Полы и стены, которые в полях надо будет привозить. Детский сад «Жемчужинка» состоит из трех корпусов. Капитальный ремонт первого уже завершен. На эти цели из областного бюджета поступило более 13 миллионов рублей. Сюда уже начали ходить дети. Планок ремонт второго корпуса. Семь новых школьных автобусов поступило в Приангаре по соответствующей федеральной программе. Транспорт прибыл из города Павлова Нижегородской области. Новый автобус получила и школа в поселке Марково. Анастасия Цыганкова далее. Водитель марковской школы Алексей Оськин заводит новенький паз. Оценивать, сравнивать с тем, что был прежде. Там двигатель получается впереди, здесь сбоку. И все. То есть обзор здесь больше, лучше. А так, что тот российский автопровод, что этот российский автопровод. Новый автобус чуть пожестче, прикатается, будет мягче. В автобусе есть спутниковая система навигации и ограничитель скорости. Свыше 60 км в час разогнаться не получится. Транспорт оборудован светоотражающими лентами и громкоговорителем на крыше. В салоне сделано все так, чтобы детям было удобно. Все школьные автобусы оснащены вот такими стеллажами, куда ребятишки могут сложить свои ранцы, чтобы те не мешали им во время движения. Еще одно новшество – это ремни безопасности. Если старые автобусы были оснащены только нижними, то теперь они оснащены так называемыми парашютными ремнями безопасности. Семь новых школьных автобусов были доставлены в Иркутск из города Павлова, Нижнегородской области, по соответствующей федеральной программе. За пять лет ее действия в Приангаре поступило 346 школьных автобусов. Всего в Иркутской области сейчас 18 тысяч учеников, которых необходимо доставлять до школы. Из них 5 тысяч в Иркутском районе. Треть детей, которые у нас сегодня на подвозе, приходится на Иркутский район. И, кроме того, Иркутский район очень хорошо прирастает, и детское население увеличивается. И поэтому здесь остро стоит необходимость и как в строительстве школ, так и в подвозе детей уже к существующим школам. И мы эту проблему будем решать дальше. Что делает законодательное собрание сегодня? Поддерживая инициативу своих коллег в Государственной Думе, мы ежегодно закладываем в бюджет Иркутской области свои областные средства на программу «Школьный автобус». То есть есть вклад федерального бюджета, есть вклад регионального бюджета. Таким образом мы увеличиваем количество школьных автобусов, которые появляются на территории. Чтобы полностью обновить автопарк, необходимо 132 автобуса. Новая партия 17 единиц, как ожидается, поступит до конца года. Необходимые 23 миллиона рублей выделены из областного бюджета. Анастасия Цыганкова, Евгений Шарыпов, Середина Земли, Иркутская область. И это были одни из самых заметных событий при Ангаре. Программа «Середина Земли» продолжается. На связи с нами коллеги из Читы. Здравствуйте, ждем информации, интересные факты о Забайкальском крае. О чем вы готовы рассказать? Здравствуйте, коллега. О самых интересных новостях нашего региона расскажу я, Вера Садулина, и мои коллеги-корреспонденты. Артисты театра «Кукол Читы» посетили с благотворительными гастролями «Отдаленные села Забайкальского края». Спектакль «Гусенок» смогли посмотреть дети сел Верху Сугли, Вершина Дарасунский, Тунгакоченко, Кер и Нижний Стан. Ну а теперь перейдем к другим новостям нашего региона. Евразийское кольцо. Масштабный проект с таким названием организовали двое известных российских путешественников из Москвы – Богдан и Владлена Булычевы. На своем внедорожнике они планируют проехать 40 тысяч километров через страны Европы и Азии. Часть пути уже позади, и их маршрут проходит и через Забайкалье. О своем путешествии, впечатлениях от нашего края и установленном рекорде они рассказали нашей съемочной группе. С недавних пор в поездках их сопровождает якутяночка. Так Владлена и Богдан называют этот сувенир, подаренный им в Якутии. Его они считают своим дорожным талисманом. А удача таким путешественникам, как они, нужна, как никому. Жизнь на колесах у этой семейной пары началась больше года назад, когда авиатор, коммерческий директор одного из аэропортов и менеджер гостиничного бизнеса для себя решили – все, больше никаких скучных офисов. Я проанализировал последние свои три года, и у меня был день сурка. И даже в старости нечего будет рассказать внукам. Поэтому я принял решение о том, что нужно жить здесь и сейчас, и что-то менять. И так я принял решение о первом путешествии. За их плечами уже несколько проектов. Во время первого, 59-я широта, Владлена и Богдан проехали от Санкт-Петербурга до Магадана. Позже было путешествие от Иркутска до Тикси. В этот раз они реализуют самый масштабный проект – Евразийское кольцо, состоящее из трех частей. Первая включала тур из Москвы и далее по Европе, где пара не только насладилась видами известных городов, но и столкнулась с неприятностями. Когда, например, в Амстердаме им разбили машину и украли всю дорогостоящую фото- и видеотехнику. К слову, полностью поменяли стекло они только в Чите. Несмотря на красоты европейских столиц, в России они чувствуют себя комфортнее. В России у нас везде хорошо. Вот прям везде в России хорошо. Как только мы пересекли границу с Белоруссией назад, был такой прям возврат домой, наш борщик, по которому мы так соскучились. Вторая часть тура включала поездку от Лиссабона до Магадана. Этот маршрут они преодолели за 7 дней и 22 часа, установив рекорд, который был занесен в книгу Гиннеса. Я лично считаю, что это хороший результат, но я больше в жизни не поеду в подобный рекорд, потому что это очень тяжело и не мое. Не люблю я гнать, люблю ехать спокойно, общаться с людьми, наслаждаться природой всем. А тут мы просто гнали, и это не мое. Путь Владлена и Богдан отправились 12 августа, и в эти дни из Магадана приехали в Читу. Так начался третий этап их большого тура под названием «В поисках Шамбалы». В нашем городе они пробыли два дня. Для себя отметили большое количество камер видеофиксации нарушений ПДД, стертую разметку на дорогах и пешеходов, переходящих улицу в 10 метрах от Зебры. Оценили федеральную трассу Амур. После Читы Булычевых ждет Улан-Удэ, после чего они проедут через всю Азию. Финиш состоится в середине октября в Москве. Но уже сейчас они думают о новых путешествиях. Мы хотим доехать зимой до Диксона, до самой северной точки Евразии. Самый северный селеный пункт России. Да. Потом мы хотим проехать по Южной и Северной Америке. Это будет долгое путешествие, запланированное на следующее лето. Мы проедем по Забайкалью, проедем вокруг Байкала, проедем по Баму, но не до Тынды, а дальше выйдем прямо к морю, и через море еще хотим прямо до Сахалина. Также в планах Богдана и Владлены посетить Кавказ и самые северные точки нашей страны, красоты которой они увидели не с экрана телевизора, а своими глазами. Юлия Тимошенко, Дмитрий Пенигин, Середина земли, Забайкальский край. За пять лет исследовать бассейн реки Амур и составить экономические, ландшафтные и культурно-исторические карты. Такие задачи стоят перед участниками будущей экспедиции, которая начнет работу в 2017 году. Треть участников будет из Забайкалья. Откуда пришла инициатива и нужно ли входить в одну реку дважды, расскажем далее. В последние годы поворот на Дальний Восток стал заметнее и ярче. Это отражается во внутренней политике нашего государства. Поэтому неудивительно, что по инициативе русского географического общества решили создать экспедицию на Амур. Решение приняли весной 2015-го. Через год выделили грант на общую сумму 3,5 миллиона рублей. Работать будут несколькими партиями Аргунско-Шилкинской, Верхнеамурской, Среднеамурской и Уссурийской, Нижнеамурской и Сунгарийской. Базы исследования будут находиться в Чите, Благовещенске, Биробиджане, Хабаровске и Владивостоке. Одним из координаторов проекта стал руководитель Амурского регионального отделения РГО Геннадий Иларионов. Географ более 25 лет занимался природопользованием в законодательных органах Амурской области. По его словам, с точки зрения геологии Амур изучен хорошо за 160 лет, а вот с изучением поверхностей земли и природных ресурсов там возникают проблемы. Тем, чтобы их изучить и получить об этом более полное представление, будет заниматься экспедиция. К исследованию планируется привлечь и китайских ученых. Результатом работы должно будет стать составление карт. Латшафтная, геомархиологическая, почвенная, геоботаническая, зоогеографическая и экономическая. На весь бассейн Амур. Ну или на российскую часть, если почему-то не удастся все-таки решить с китайской частью территории. Ко всем этим картам будут, естественно, описания. В геологии, да и в географии принято такое понятие, как пояснительная записка. Но это фактически описание того, что на карте отображено. Пояснительные записки мы предполагаем строить таким, ну что ли, традиционным городского географического общества принципу. Они будут издаваться томами по территории. Из Забайкалья участниками экспедиции станут преподаватели ЗАБГУ, научные сотрудники Института природных ресурсов и креологии. В путь они планируют отправиться летом 2017 года. Все будет зависеть от поступления финансирования из Благовещенска в Забайкалье. Кстати, финансовую сторону вопроса будут обеспечивать не только грант, которого хватит лишь на первые годы работы, но и помощь крупных компаний «Русгидро», «Роснефть», «Газпром», «РЖД» и «Роскосмос». Яна Гершова, Анатолий Тюльнев, «Середина земли», Забайкальский край. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Монголии. Они уже с нами на связи. Здравствуйте, расскажите, что интересного произошло у вас. Приветствуем вас, коллеги, о новостях Монголии. Расскажу вам я, Алхама, и мои коллеги-журналисты. Шахматы турнир прошел в столице. Состязания были проурочены к юбилею Министерства внутренних дел Монголии. В матчах приняли участие бывшие и нынешние сотрудники внешнеполитического ведомства страны, а также любители шахмат молодого и старшего поколения. А теперь переходим к другим новостям в столице. Раньше посеешь, раньше пожнешь. Урожайные дни в типографии на Чехово. Сделайте заказ новогодней продукции уже сейчас и получите скидку в подарок. Уточняйте по телефону 209-355-209-056. Культура и история монголов. В рамках стратегии сохранения монгольского культурного наследия в столице были реализованы три президентские программы. На торжественные церемоны побывала и наша съемочная группа. Первый проект посвящен монгольской волынке. В 2009 году инструмент был несен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Такие волынки сохранились у этнической группы Урианхай. Представителем этой этногруппы является музыкант Наранбат. Он отметил, что его музыкальный инструмент имеет большую историю. На протяжении восьми поколений волынка передавалась из семьи в семью. Сейчас Наранбат сам играет на ней и даже записал аудиодиск с музыкальными композициями. Я преподаю уроки музыки в возрастной группе моих учеников с семи до восьмидесяти лет. С 2007 года мною была основана Ассоциация Гуннской культуры. В Ламбатре при Университете культуры и искусств Вердинете Аймака Хофт Баинг-Гульгей Баинг-Хонгар проходят занятия этой ассоциацией. Я надеюсь, что мое поколение продолжит развивать и пропагандировать начатое мной дело. Второй проект посвящен монгольскому протяжному пению, который относится к нематериальному культурному наследию. Протяжные песни исполняются при торжественных церемониях, надами и праздниках, в которых принимает участие широкие массы населения. Свой вклад в сохранение этого культурного наследия внес сын почетного государственного сказочника Авермеда Балдан Дорж. Он записал альбом под названием «Похвала монгольскому Алтаю». Я думаю, что мы должны оставлять после себя следы в истории развития нашей культуры и рассказывать об этом всем. Я написал эпос «Похвала монгольскому Алтаю». В этом эпосе ярко представлена жизнь монголов, то, как они были тесно связаны с природой, землей, небом. Например, раньше при сильном дожде или ветре люди могли бы говорить с небом и попросить его успокоиться. Ведь это же очень интересно. Я рад, что и в наше время в западных Аймаках страны живут такие люди. В рамках третьего стратегического проекта по сохранению культурного наследия был снят документальный фильм и написана книга про монгольских ханов. Сегодня культурное наследие Монголии питает современную науку, образование, культуру. Наравне с природными богатствами это главное – основание для национального самоуважения и признания мировым сообществом. Урантукс, Лхагба Сурен, Середина Земли, Монголия. Здоровое питание, здоровое население. Под таким лозунгом в столице прошла выставка сельхозпродукции. Организаторами мероприятия стало Министерство сельского хозяйства и легкой промышленности. Слово нашему корреспонденту. Ярмарка «Золотая осень-2016» проходит в столице уже 11 раз. В этом году свою продукцию представило более 100 отечественных производителей и более 200 овощеводов и скотоводов. Прилавки заполнены свежими овощами, молочной и мясной продукцией, специальной сельхозтехникой и многим другим. Легкая промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового и национального продукта и играет значительную роль в экономике страны. Благодаря таким мероприятиям нашим производителям, фермерам, скотоводам жители страны получают только свежую и качественную продукцию. Это благое дело. Скоро наступит зима и жители столицы, а их более 1 миллион 300 человек, уже начинают готовиться к холодам, делают овощные заготовки и соленья. Здесь они могут купить все необходимые овощи по доступной цене и прямо из рук производителей. На этой выставке представлен большой выбор товаров, кроме продуктов и овощей. Продается специальная теплая одежда для скотоводов, необходимые лекарства для лечения скота, безопасное сельхозоборудование. Я очень рад и желаю всем успехов. По всей стране идет осенняя уборочная кампания. В этом году планируется собрать более 500 тысяч тонн злаковых культур, 170 тысяч тонн картофеля, 110 тысяч тонн овощей, 30 тысяч тонн семян подсолнуха. Отметим, что в этом году по голове скота в Монголии дошло до 55 миллионов голов. А число молодняка впервые в истории животноводства достигло 19 миллионов голов. В этом году лето было достаточно тепло, и несмотря на продолжительные дожди, урожай вырос хороший. Я более 50 лет занимаюсь овощеводством и растениеводством. Вираживаю более 40 видов лечебных трав. Один из видов я представила на ярмарке. За него я получила в своем Аймаке награду медаль. Также я привезла более 10 видов овощей. В рамках праздника «Золотая осень» по всей стране проводятся аналогичные ярмарки. В 17 Аймаках Монголии были открыты 434 торговых точки по реализации сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственного оборудования. Цок Цайхан, Алтан Сук, Середина земли, Монголия. Супруги из Китая прожили в пещере 54 года и не собираются переезжать. Местные власти пытались убедить пару перебраться в более комфортное жилье, однако пара отказалась от предложений, заявив, что уже привыкли к своему каменному дому. Далее придаем слово коллегам из Пекина. Здравствуйте, о чем расскажете в этом выпуске. Здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем. Студия Леся Корзун. Во внутренней Монголии завершился чемпионат по футболу среди студенческих команд Китая, России и Монголии. Первый приз достался китайским спортсменам. Помимо спортивных баталий, хозяева и гости турнира приняли участие в культурных мероприятиях. Подробности в продолжении. Церемония закрытия состоялась в Педагогическом университете внутренней Монголии. Гости страны услышали самобытные монгольские песни и увидели танцы. Позже прошла главная часть мероприятия – вручение медалей и премий победителям международного футбольного чемпионата. Главный приз у студентов Университета внутренней Монголии. Второе место завоевали представители МГУ, а бронза – у хозяев соревнований Педагогического университета внутренней Монголии. Наши ребята хорошо играли, а судейство было объективным. Мы не просто старались выиграть, а еще старались учиться у соперников. Я пришла поболеть за университет внутренней Монголии. Их предыдущую икру я пропустила, но в финале им просто необходима поддержка болельщиков. Опираясь на опыт этих соревнований, я надеюсь, что в будущем университеты внутренней Монголии еще и дальше будут расширять студенческие обмены в разных областях. Впрочем, за время проведения турнира футболисты не только боролись за звание лучшей команды, но и приняли участие в других мероприятиях. Посетили выставку скульптур выпускников Педуниверситета внутренней Монголии и побывали на концерте студентов Монгольского государственного университета культуры и искусств. Бероприятия помогли углубить культурный обмен между Китаями и другими странами и распространить китайскую культуру. Соревнования по футболу, прошедшие в рамках одного пояса, одного пути, позволили углубить взаимопонимание среди молодежи трех стран. Также достигнута договоренность о регулярном проведении спортивных мероприятий между Китаем, Монголией и Россией. Татьяна Климова, Чанбин, Си-Си-Ти-Ви. В Алхасе открылась выставка культуры и туризма Тибетского автономного района. В рамках экспозиции пройдут форумы по вопросам инвестиций в регион и торговые семинары. Но прежде всего мероприятие привлекательно древними традициями Тибета. В центре внимания гостей культурного форума – стенд Дворца Патала. Уникальные артефакты древней буддийской культуры представил на экспозиции музейный комплекс Дворец Патала. Тибетские танка, статуи Будды, фарфоры, изделия из нефрита и музыкальные инструменты. Здесь хорошо проиллюстрирована богатая история региона. «Все 105 предметов нашей экспозиции тщательно отобраны. Мы учитывали текстуру и сырьё, из которого они созданы, а также историю экспонатов. Здесь все лучшие из лучших». В разделе «Живопись» представлена коллекция тибетских танка. Это буддийские рисунки на ткани. Здесь есть особенная работа. Её размер – 7 метров в высоту и в ширину 3 метра 35 сантиметров. Эту танка, как драгоценный подарок, в XVII веке Тибету преподнёс император Тянь Лун. Представлены на выставке также 28 статуй Будды, выполненные в разных техниках тибетской, индийской и древнего Кашмира. Интересна здесь и коллекция фарфора, а также изделий из нефрита, дворцового периода императоров династии Юань Минь и Цин. «Эти предметы являются отражением политики центрального правительства в отношении Тибета того времени. Они также демонстрируют взаимодействие и культурный обмен в Китае». «Многие из этих предметов были обычным предметом обихода в прошлом. Теперь это сокровища нашей страны. Это настоящая драгоценность, и я очень впечатлён». Подобная выставка – это редкая возможность для туристов близко познакомиться с историей тибетского автономного района Китая. Олеся Корзун, CCTV. У меня на этом всё, а о других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова